Мой вопрос касается сложностей в отношениях. Почему в какой-то момент они становятся сложными? В особенности это касается отношений между девушкой и молодым человеком и отношений между мужем и женой. Намаскар, Мони. Итак, в ваших отношениях вы начали испытывать горечь. Конечно, всем известна и сладость отношений, но в них также немало и горечи. Сейчас, к сожалению, мы переняли это у Запада. Если вы произносите слово «отношения», то люди обычно думают об отношениях на уровне тела или об отношениях между мужчиной и женщиной или о чем-то подобном. То есть, по сути, подразумеваются именно телесные отношения. Нет, отношения могут быть разными. Если отношения построены на телесной связи, то обычно увлечение телом другого человека через какое-то время заканчивается. То, что вы считали наивысшим, через некоторое время перестаёт им казаться. вы естественным образом вырастаете из этого. Затем, когда основная причина, которая свела людей, начинает таять, сами, не зная почему, они начинают вести себя не лучшим образом по отношению друг к другу. Потому что, по сути, такие отношения направлены на извлечение чего-то приятного из другого человека, извлечение счастья из другого человека. Если вы пытаетесь выжить радость из кого-то, через некоторое время, когда это перестаёт давать те же результаты, что и в начале, вы обнаружите, что в отношениях начнёт появляться некоторая горечь. Это важно. Когда вы молоды, могут произойти определённые вещи. Но когда вы начинаете становиться старше, когда я говорю старше, я имею в виду, что со вчерашнего дня вы стали старше. Я не говорю, что вы старая, Мония. Я просто говорю, что со вчерашнего дня вы стали немного старше. Поэтому сегодня вы наверняка думаете в контексте отношений в вашей жизни. Не обязательно биологических отношений. Любых отношений, которые у вас есть, если их основа — делиться радостью, а не пытаться извлечь радость из другого человека. В первую очередь, вы должны стать радостны по своей природе. Если вы сосредоточьтесь на том, чтобы быть бьющим через край потоком радости, если это так, и суть ваших отношений в том, чтобы делиться этим, тогда вам не нужно будет беспокоиться об обычных неврядицах, которые происходят с людьми в отношениях. Когда вы находитесь в отношениях с кем-то, в повседневной жизни это не ограничивается только каким-то одним аспектом. Когда люди вместе, они делят много всего. Естественно, что во множестве ситуаций вы начнете испытывать терпение друг друга. Из-за этого будет происходить много разногласий. Можете даже называть их ссорами. Все это будет происходить. Вы не сможете справляться со всем этим на постоянной основе. Люди думают, что справятся, но спустя какое-то время вы увидите, что не справляетесь. Поэтому лучше сделать себя такими, чтобы вы естественным образом стали ярким и радостным человеком. Тогда отношения будут возникать, и они не будут основаны на ваших потребностях. Если отношения основаны на потребностях, но вы не получаете то, что вам нужно, вы начинаете жаловаться и огорчаться из-за того, что не получаете то, что должны были получить. Если вы устраните такую потребность внутри себя, став пьющим через край потоком радости, одно это позволит вам быть в прекрасных отношениях с любым человеком. Независимо от того, кто это. Они не обязательно должны быть похожи на вас. Вы можете быть в прекрасных отношениях с кем угодно. Пусть в вашей жизни у вас будут самые прекрасные отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова